Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, мы уже много говорили про царей. У нас в гостях был и индийский царь, и белый царь. Пришла очередь самого ленивого царя с черного континента. Встречайте африканского льва. Вид хищных млекопитающих – один из пяти представителей рода пантер, относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих. Вместе с тигром африканский лев – самая крупная из ныне живущих кошек, ведь масса некоторых самцов может достигать 250 кг. И кто на самом деле из них царь, лев или тигр – трудно сказать, ведь мир полон слухов. К примеру, известные очень большие массы амурских тигров в большинстве своем признаны недостаточно достоверными, а достаточными данными о размерах и массе представителей крупнейших подвидов льва, например, берберийском. Наука не располагает. Отсюда вечные споры. Кто же царь – лев или тигр? Кстати, сами цари не особо придирчивы к родственникам и вполне себе способны спариваться с тиграми. При этом возникают гибриды – лигры и тигрольвы. При искрещивании льва с леопардом возникают леопоны, а гибрид льва и ягуара называется ягулев. Исторический ареал льва был значительно шире современного. Еще в раннем средневековье лев встречался по всей территории Африки. Также его можно было увидеть на Ближнем Востоке и даже в ряде мест Южной Европы. Однако преследование со стороны людишек и разрушение среды обитания привели к тому, что сейчас в Африке лев сохранился только к югу от Сахары. Внешний вид вообще всех львов очень своеобразен. Это один из немногих хищников с ярко выраженным половым диморфизмом. То есть самцы не только значительно крупнее самок, но и обладают гривой, которая у некоторых подвидов достигает такого развития, что покрывает плечи, часть спины и грудь. Окраска африканского льва – желто-серая, с различными оттенками. Грива часто такого же цвета, что и шкура, но бывает темная и даже черная. Кстати, именно по гриве всех львов разделяют на подвиды. Например, подвидов африканских львов существует аж целых семь. Берберийский лев, вымерший в дикой природе вследствие чрезмерной охоты. Сенегальский или западноафриканский лев. Североконголизийский лев живет в Конго. Восточноафриканский или Масайский лев. Юго-западный африканский или Катангский лев. Юго-восточноафриканский или Трансваальский лев. И Капский лев, вымерший в дикой природе под вид, исчез в 60-е годы XIX века. Самое главное отличие нашего царя зверей от остальных кошачьих – это то, что они живут не поодиночке, как все нормальные эгоистичные кошки, а в особых семейных группах – прайдах. Прайд обычно состоит из родственных самочек, потомства и нескольких взрослых самцов. И теперь пришло время поговорить о лене нашего кошка-царя. Мало того, что все кошки не отличаются трудолюбием, так лев его возвел просто в ранг культа. И если львицы разбавляют свои серые африканские будни догонялками с местными копытными, то царь Саванны предпочитает дожидаться, пока ужин ему принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Почему же цари такие ленивые? Все дело в пресловутой гриве. Мало того, что меховая корона с потрохами выдает местоположение горе-охотника, так из-за нее еще и тело нагревается до невозможности. Какой тут бег! Однако стоит отметить, что крупных ребят, таких как буйвол, гиппопотам или молодой жираф, девочкам не завалить без помощи взрослых самцов. Ведь их размеры и вес чуть ли не вдвое превышают габариты самок. Хотя, если откровенно, охотники из львов вообще так себе. Лишь четыре из десяти их охот заканчиваются для королевской семьи успехом. Брайт нередко лакомится падалью. Ведь размеры и количество позволяют царским кошкам переросткам отжимать честно добытый обед у любого африканского хищника. Кстати, наверное, именно поэтому у африканских львов постоянная ненависть к гиенам. И наоборот, эти два вида обитателей черного континента люто ненавидят друг друга. Львы не упускают возможности разделаться с гиеновыми отпрысками. А гиены, в свою очередь, мстят старым одиноким львам. Щедрым нашего короля тоже не назовешь. Добравшись до халявного обеда, самец безапелляционно пиршествует первым. Царь без зазрения совести отгоняет самок от добытой имиджа, потом и нередко кровью добычи. Помните выражение «львиная доля»? Вот оно именно из этой истории про наглость вальяжного ленивца. Что же такое получается, спросите вы? Получается царь вообще не нужен? Нет, иногда он все-таки пригождается, например, в делах любовных и делах государственной важности. Дам возглавляют от одного до четырех самцов, чаще всего братьев. Их основная обязанность — орать, что есть мочи и описывать местные баобабы, то есть патрулировать территорию и всеми своими силами показывать, кому она принадлежит. В остальное же время львы наслаждаются королевской жизнью, спят, отбирают еду у женщин и спариваются с разными женами и в гареме. Так зачем же все это многое килограммовое безобразие львицам? Я вам скажу, все ради секса и деточек. Медовый месяц у львов длится несколько дней. Все это время король и королева безудержно делают деток аж по сорок раз в день. Но при чем же здесь деточки? Все просто. Как я сказала выше, основная цель самцов — охрана территории от чужаков, то есть таких же львов. Ведь те — другие львы. Львы всегда не прочь завоевать чьи-нибудь земли и чьих-нибудь самочек. А если глава прайда падет в честном или не очень бою, то всех детенышей ждет неминуемая смерть. Только так новые правители могут принудить дам к спариванию. Поэтому львицам выгодно, чтобы их любимые самцы были сытыми и сильными. Только так они смогут защитить потомство от неминуемой тирании себе подобных. Кстати, та самая грива, которая максимально неуместна в быту, приходится очень кстати в драках за государственную независимость. Именно поэтому шевелюрой одарены исключительно самцы. Помните, что главный кошачий прием — это захват и удушение? Так вот густая шевелюра льва защищает горло от клыков неприятеля. Но это лишь теория. Может быть, грива нужна еще для чего-то, например, как корона. А еще грива визуально увеличивает льва в размерах, что помогает запугивать других самцов и привлекать самочек. Рост гривы напрямую связан с выделением гормона тестостерона. По этой причине кастрированные львы имеют лишь небольшую гриву, либо не имеют ее вовсе. Кстати, наскальные рисунки вымершего пещерного льва показывают львов без гривы или с очень малым ее количеством. Большинство львиц способны к размножению с 4 лет. Средняя продолжительность беременности составляет 110 дней, после чего самка рожает от одного до четырех детенышей. Будущие охотницы часто остаются в прайде, а самцы всегда изгоняются в возрасте 2-3 лет и отправляются на поиски и завоевания собственного мини-государства. Итак, подведем итоги. Лев далек от благородства истинных царей, которые бывают, наверное, только в сказках. Получается, что лев – это просто ленивая и жадная большая кошка, которая своей наглостью раздражает добрую половину саванны. Однако, вместе с тем львы – это храбрые воины, готовые биться за свою семью до последней капли своей царской крови. Как вы понимаете, естественных врагов у царей нет, разве что нильский крокодил может напасть на этого хищника на водопое. В природе львы живут от 10 до 14 лет, в неволе могут жить дольше 20. Однако именно самцы, как правило, редко живут больше десятка. А все потому, что драки с другими царями сильно снижают продолжительность их жизни. Кстати, бывают случаи людоедства среди львов. Хотя это вполне предсказуемо. Зачем ленивой кошке гнаться за антилопой, когда рядом медленно передвигается голый беззащитный примат. А как вы думаете, лев ленивый или просто он так бережет силы? А вдруг завтра война? Пишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики, по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.